Привет, ребята. Я всегда думал, как же так летают мыльные пузыри? За счет чего они держатся в воздухе? Наверное, потому, что внутри них воздух и материал, из которого они изготавливаются, очень легкий. Мыло. Но есть одно маленькое но. Как бы ни случилось, они всегда падают вниз и лопаются. А как бы сделать так, чтобы шарик удержался в воздухе и не упал? Вот, например, теннисный мячик. Очень похож на мыльный пузырь, только сделан он из пластмассы. Она достаточно тяжелая, и шарик этот не удержится. Я думаю, для того, чтобы удержать шарик в воздухе, шарик должен быть из легкого материала. Вот, например, воздушный резиновый шарик. Так, есть еще шарики побольше. Не знаю, сыграет ли размер роль в том, будет ли он держаться в воздухе. Итак, шарик, насос, накачиваем. Может быть, чем больше воздуха в шарике, тем легче он будет. Продолжаем качать. О, вот так хватит. Так, завязываем. Готово. Пробуем удержать его в воздухе. Нет, никак не хочет улететь и удержаться. Все равно падает, как мыльный пузырь. Ну, во-первых, шарик притягивает притяжение земли. Даже такой легкий шарик. Потому что сделан шарик из резины, а внутри него воздух. Потому что резина тяжелее воздуха. Так же, как и углекислый газ, которым мы наполняем шарик. Чтобы шарик поднялся в воздух, внутри него должен быть газ легче воздуха. Либо второй вариант. Воздух должен быть горячим. Ну, как в воздушном шаре. Там стоит газовая горелка. О, она наполняет шар горячим воздухом, и он взлетает. Но мы с вами не можем заполнить такой резиновый шарик с помощью зажигалки горячим воздухом. Да потому что он просто сгорит. И потом с огнем играть вообще опасно. Как же нам достать горячий воздух? Придумал! Нам нужен фен для сушки волос. Так, по-моему, все подключено. Внимание! Индикатор должен загореться. Нажимаю на клавишу. Работает! Итак, пробуем. Включаем фен. Горячий воздух попадает в наш шарик. И посмотрим, что будет. Поехали! Эх, наверное, нужен материал совершенно легкий, типа парусины. А то резина, она для этого фена, как пластмасса. Не удержится. Что это? Вы же видели? Что это такое? А-а-а! Он держится в воздухе. Ребята, вы видели? Это какой-то фокус. Тяжелый шарик для пинг-понга из пластмассы держится в воздухе. И я могу им управлять. Смотрите. Налево. Направо. И могу приподнять. Оп! Как это происходит, я не очень понимаю. Наверное, он держится на теплом воздухе, как на облачке. Ребята, вы видите? Оказалось, что пластмассовый шарик для пинг-понга мог удержаться в воздухе. Тогда как легкий резиновый шарик этого сделать не мог. Вот такие дела. Еще увидимся. Пока!